привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это геральт это ведьмак 3 дикая охота дополнение кровь и вино итак друзья возвращаемся к нашим баранам возвращаемся кто самый развилки от которой мы двигаемся как мы видели предыдущей серии да мы можем выдвинуться в весьма печальный конец и в общем-то баклер останется покрытый тьмой мглой все правители погибнут все будет очень плохо народ будет горевать что меня собственно говоря очень и очень удивило но я в принципе не собираюсь обсуждать сейчас концовку которую мы получили потому что это было вовсе и не концовка как я говорила мы с вами рассматриваем всяческие разные варианты вот и сейчас я сделаю следующее я не буду наверно больше как говорится варианты пробовать оставлю все эти варианты так называемые варианты посмотрим сколько их вообще возможно на конец игры а пойдем мы с вами тем путем каким я и хочу идти я хочу сейчас пойти за сианой и я хочу выдать сиану дэтлофу чтобы прекратить во первых вот это вот нашествие на баклер посмотрите что там делается рыцарь туда странствующий странствует спокойненько так едет смотри что там творится там вампиры сжираются вот насколько это получится для начала просто нам надо найти сиану на дальше как говорится жизнь покажет каким образом развернется все это дело и я абсолютно не хочу биться с дэтлофом не потому что с ним биться тяжело да это было действительно непросто но это возможно а наш геральт хочет решить все мирным путем чтобы волки сыты и овцы целы хотя что-то мне подсказывает что в этой ситуации особенно после предыдущего финала не могут быть все сыты кто-то обязательно должен умереть ну как бы там ни было пойдем к воронам и так давайте опять разговаривать с воронами гера еще раз почувствуй себя орнитологом передайте регису что я буду ждать его на пристани у дворца пожалуйста очень не нравится этот момент да на птички послушались птички послушались птички полетели так идти на встречу с регисом пошли на встречу с регисом можно было конечно остаться побриться забежать коробьянка я думаю что мы это еще успеем сделать я надеюсь так что сейчас мы пойдем на встречу с регисом поездки на лодке разговоры в общем все варианты которые вы мне писали как и я видела мы попробуем и разговор с этим скрытым мы тоже попробуем но это уже пробы когда уже знаете когда уже все за плечами ты вздохнул и задаешь себе вопрос а что будет если так или эдак здравствуй регис здравствуй друг вампир вера на тому как прошла встреча с орианной плохо тепло она все-таки не сказала где искать скрытого сказала еще продемонстрировала любовь к детской крови признаюсь до меня доходили сплетни но я не принимал их на веру не хочу об этом говорить пещера к западу от города на другой стороне озера нам туда понимаю я совершенно готов но да знаю ты бы предпочел освободить сиану ради детства ради вас обоих хватит редис в том что произошло в приюте виноват детов по городу текут реки крови это тоже его работа и ты боишься что кто-то оскорбит его чувства я не шутил когда говорил что встреча со скрытым может быть смертельно опасной ты мой друг мой близкий друг вполне естественно что я бы не хотел чтобы ты напрасно рисковал жизнью ведь у нас есть и другой выбор куда более разумный и вот именно этот выбор регис я с ним полностью согласна мы до этого регис чё козлячились то просто нам была охота посмотреть поэтому пойдем за сианой ты мне лишь проешь ладно будь по-твоему пойдем в эту детскую комнату великолепное решение живем увидим пришли детская комната за этой дверь так регис подожди сейчас подожди регис подожди еще не все мне надо это авто шелки с палками вампиры летают блин компот вот это да смотри-ка регис его просто одним этим елки как я испугалась шлепком ушлёпал дожди регис мне надо кишки собрать где они там еще кто-то рычит где это золото бриллиант так еще кто то есть черт как меня испугали то только гера размечтался горячей ванне как а вот оно так знаете что я сделаю можно нам сейчас сбежать я так думаю да думаю что можно давай-ка так сделаем все она подождет посидит еще немножко регис я думаю тоже ничего с ним не станет если он немножко подождет а мы с вами сбегаем во первых мы сбегаем в форма бьянка и дадим ты дадим сначала на турнирные поля посмотрим что там творится там тоже у нас творится безобразие но тем не менее сейчас сами все увидим сохранять спокойствие изобразие не ученять да ты это скажи вампиром которые там так ну вот поклонница моя она тут все еще бегает дворянка так и будешь кричать слова не смотри она бегает но уже не кричит потому что она в замешательстве а знаете каком же они луи людовики он говорит в одной из деревень мы нашли парикмахера который раньше говорил что он служил при дворе а потом там чего-то там случилось он не стал уточнять но он остался там а в этой деревне был волкала вернее он был то конечно нормальным человеком потом был калаком в общем это древняя история кто меня смотрит знает о чем я говорю я это говорю только для того чтобы вы мне потом написали комментарии а это тот самый жак луи я прекрасно знаю как он жаке луи идет речь вот приветствую рыцарь равен наслышана ваших свершениях можешь меня подстричь со скидкой я же вашего этого цехового спас так пусть все горит а мы играем в гвинт нет борода 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 брейх меня кое-что никогда не меняется ни при каких условиях это фанаты и мне пора до скорого хорошие прически восстановление вот так вот хорошо здесь у нас все теперь смотрите здесь все еще работает людей правда нету но барышня у нас тут тоже все продает приветствую как вообще товар это у тебя вампира не съели будь любезна покажи что у тебя есть так мы есть сейчас знаете что просто скинем а то что нам не нужно всякий там уксус сыр и хотя не знаю стоит ли сейчас этим заниматься с с они вроде ничего не весит же да ничего не весит вот что я еще могу скинуть то что уже весит это из нашего всякого разного видите как аж зависает елки вот а именно вот это всякое барахло большой серебряный кубок не нужен ли это вряд ли мы когда-то будем играть пары шкатулки весит мелочь но все равно на 144 грабли пожалуйста полкило так что я все это делала когда проходила вариант но потом поняла что зачем же я это делала когда равно все придется делась новой искусственные зубы гера тебе надеюсь не понадобится стопор подсвечник блюдо всякая вот это вот разная козья шкура так дальше вот я в сомнениях прах нужен мне где-то где-то прах нужен где-то нужны черепа кстати но она немного весит духе кстати зачем нам столько духов уже огромное количество чернильниц и пыльный поднос ну вот ладно это в принципе опять же не так важно как мне важно сейчас добежать домой и скинуть то что мне не нужно давай до свидания удачи солнышко солнышко ты такой еще солнышко прямо скажем зубками солнышком так давай сюда в бронни к плохие цены вот прям хоть съезжай в новиград нашему акторе покой ну в новиград мы сейчас не поедем так за скандал накажут плеткой и взлет а викс из черта рога какая часть может и мне не узнаешь чем торгуешь что у тебя там вот и ему мы сейчас просто все вот это вот скинем баклерский офицер так это что тусенский рыцарь дадим нет это мы отдавать не будем так ну вот все это что турнирные сапоги тоже отдаем остальное мы сложим просто-напросто себе в сундук до свидания до встречи он еще и песни поет так все дамочка мы уходим вот уж не думал что после боя с вампирами черт не прослушали мы что после боя с вампирами ну-ка ну-ка так есть хочется есть хочется после боя с вампирами да 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 кровавого стека причем может тебя уже кусили обряженная музыка так ладно еще немножко еще чуть-чуть сейчас мы забежим домой скинем тоже все лишнее о собачка спит ночь у нас долгая ночь это самая длинная ночь в жизни геральда может быть нет конечно но по крайней мере как дворецкий здесь все в порядке ваша милость вам прислали вина как я понял с винодельни бельгарда с приветом от госпожи матильды и господина лима я велел загрузить бочки и отправил их в подвал они справа от входа спасибо будет время я туда загляну прямо сходно следующую поставку просили ожидать через пять дней раз в пять дней нам будут поставлять бочку спасибо спасибо мне пора возвращаться к делам до скорой встречи до скорой встречи дворецкий до скорой встречи так вот наши тут доспехи это у нас грифон это у нас медведь и рада станет темновато вот это волк это равик с черторога или чернорога и так далее и тому подобное а мы с вами идем складывать все в сундук сюда вот картина ирис он эверик и так волк слушай подожди волк скидываем вот это вот все так сказать нарядное все вот эти и сиськи всякий капюшон и нам не понадобится плащик можно будет сейчас кстати и одеть а вот волчья пожалуй оставлю это мы тоже выложим так маски не нужны так что еще я могу сюда выложить наверно все да как то вот так вот хорошо оставим как есть 115 равно у нас но это из-за доспеха я почему оставляю потому что я не уверена нужно ли будет нам эта защита от отражения стрел а вдруг там я же не знаю куда мы сейчас попадем вдруг там сплошная лучная бригада и нас просто расстреляют оху знает так что потаскаем ладно ничего страшного у нас есть зелье при переноса веса по моему было там какое-то так что вот так все коротко долго не задерживаемся дождь давайте-ка только заглянем погребок а будем ли мы там еще справа говорите до отхода это здесь а ну-ка белый волк смотри у а кто а почему 14 а почему не все три по 18 так в дворецкий но она ничего не весит давайте возьмем и напьемся что ли я так думаю что ничего не весит до по идее не должно ничего весить я только не здесь не здесь не здесь не здесь есть было выложить да они ничего не весит еда белый волк белый волк одна бутылочка у нас уже была пробная коллекционная ну вот это понимаю что через пять дней как раз я думаю мы вернемся и проверим будет ли у нас тут еще белый волк поставлен здорово у нас теперь всегда будет свое венцо бельгарда даже свои виноградники не обязательно потому что раз в пять дней 30 сколько там получается 40 сколько там было по 18 да в общем не буду себя засорять математикой но я так понимаю что этого более чем достаточно на 5 дней это упиться просто ну или звать просто огромную компанию так мы с вами возвращаемся во дворец вот короче 2 по 18 это 36 и плюс еще 14 это 50 бутылок 50 бутылок на 5 дней друзья 10 бутылок в день ну честно говоря я вам так скажу что даже я бы сказала что-то не так много но с учетом того чтобы пьете не один черт а вы гуляете с большой компании черт я говорю не из-за того что до жалко конечно рыцарей волных тут прям всех распластала а из-за того что мы схватили с вами доспех турнирный который тоже должно быть он охранял детскую комнату по личному приказу вам и геновияты да слушай а кто а все-таки вампиры значит пытались туда пролезть да я так понимаю иначе почему тут охрана вся перебита или просто их перебили потому что они не спрятались как и многих других больше не вижу ничего хотя нет я слышу я слышу кто-то шипит ну очевидно тут везде шипят ладно все тянуть больше нету смысла но я собственно говоря не специально это делаю так регис а вот слушай вот еще тут убиены где-то шипят во-во-во-во-во-во я вижу я же говорю что кто-то шипит она пошли разберемся только знаешь что гера давай-ка прожмем пятерочку пяточку нового вон зараза бегает чему к нам его не прибить леда чёрт как так мы тебя пропустили рыцари он конечно же уделал больше никого не пропустили обалдеть это ратуша это там центральная площадь баклерская кошмар что творится ладно друзья не торопимся потому что черт возьми потому что как говорится мы всегда успеем пойти вперед и стоит все-таки осмотреться что остается сзади и вот это вот зрелище разорения славное зрелище разорения города баклера ну славная с точки зрения вампиров валяем блин 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 гера вера мы с тобой не выпили черную кровь забылись замечтались уши да да собственно говоря почему нет более того где-то там у нас брукса была ранзит наш как видите затачивается ух сколько кровищей блин работа это очень странно ты куда это так тут у нас кого-то стащили я подожди если есть такая пятнище крови значит это не случайно а ну-ка или все-таки случайно так ну вот отсюда мы начинали по кругу мы пробежали нет подожди еще есть конечно вариант сходить за мечом пещеру скрытного стражники тут у нас а ну-ка подожди каяк вам интересно могу пройти нет это двор внутренний ну в баклере все спокойно точно ты на каком свете живешь до твоего уголка это не дошло так подожди 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 регистой хочу пройти внутрь двора кто там кто там кто там вот это 51 это что а пледор еще один а елки а у нас черная кровь закончилась а сколько пакости а мы их всех пропустили что кто то есть так где вот они тут бьются ведьма ведьмак да чтоб вы делали без возьмака вот себе и о вот ноги ты гляди вот ноги гляжу так смотри кого они тут баррикадку поставили чаще сейчас мы все все осмотрим вы бы хоть сила убрали ведьма лучшее средство точно и вот прям зришь корень а вот он этот внутренний двор начальник стража стражник книги не и все спокойно а ну как скажешь наивные не поможет вам баррикадка не поможет гвардейцев не боится тот окончит дни в темнице русники еще один стражник ну ясно я в принципе надеялась что может быть мы опять же каким-то таким другим путем пойдем ну понятно что тут все закрыто окей тяжко на службе с пустым брюхом я слышу где-то бруксу кто гвардейцев не боится тот окончит дни в темнице и вполне возможно что она тут где то есть я могу тут припрыгнуть да могу и мы опять пришли сюда так но все регист это тоже застоялся но просто это бесконечная ночь поэтому пойдем пошли закрыто разумеется ридис мне бы не хотелось возиться с дверьми ты не будешь так любезен спасибо ридис его к вашим услугам так обыскать детскую шуна никого тут нет таком случае хотя бы оглядимся обязательно оглядимся гном ей проказан вера надо не это делать не надо прыгать где-то шкатулочка играет музыкальная все регис пошли отсюда я нашелся что хотел может что то есть внутри но обычно там барчики бывают такие глобусах веральт ключик спрятал за раму ключик лошадка качалка похоже с ней часто играли больше поисков и меньше разговоров этом было взять от это мне отражаешься что ли ну ладно гимны и баллады тому что их мечтали волчья пурга пусть пальца да 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 это то что у нас поют из снов моих с утра бежишь проворно ладно из снов такая то что такое по моему это деревянный солдатик геральт тебе кажется ты не оловянный это действительно деревянный стеклянный оловянный деревянный пишется как ну-ка все написали в комментариях а мы с вами посмотрим кто из нас тут грамотный так оловянная уточка кто-то и оторвал крылья ну кто хорошая девочка которая с не играла так шкатулка да да я понимаю что ключик мы взяли явно от шкатулочки поэтому давай смотреть все подряд коврик под ковриком у нас наверняка тайный ход а геральт отражается зеркалах реги слушай ты это самое я заразился от себя я тоже не отражаюсь смотришь чаепитие игрушечная посуда плюшевые игрушки и пить и чему-то две розы нарния замок открыт так подожди подожди она здесь у нас кукла шкаф нарния понятненько гера гера ну как же ты все таки вот пусть и козлов на стол залезть перстень с сапфиром и ежедневник тетрадь собственность изобель дырокфор придворной гувернантки это записки опекун ши сианы и анны генриетты из тех времен когда они были детьми не знаю как нам это поможет но пролистать его разумеется надо че это ну давайте по очереди сиана подарила мне самодельную открытку все прелесть с обезглавленными окровавленными людьми а может и нет я спросила зачем она это нарисовала княжна ответила что это сцена из кошмаров которые снятся и сколько она себя помнит в самом деле сиана каждую ночь просыпается с криком если только не спит в одной постели с аннери этой кажется девочкам над которыми висело проклятие черного солнца снились кошмарные сны некоторые сходили от них сума похоже кое-кто уже и сошел сегодня девочки поссорились сегодня девочки поссорились должна отметить что вели они себя не как пристала дамам дошло до рукоприкладство 1 ударила сестру анна генриетта сиана не осталось в долгу прежде чем я их разняла на риэта потеряла два молочных зуба она сейчас же побежала жаловаться родителям его княжеская милость не принял на веру моих показаний всю вину возложили на сиану девочка была серьезно наказана она риэта пыталась потом смягчить ситуацию на князь и княгине были непреклонны ну да если уж заслужил репутацию паршивой овцы тяжко от нее потом избавиться но это не значит что надо и вести себя как паршива овца хотя ладно давай сегодня в первый раз я побывала в стране тысячи сказок сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок мы провели там полдня сперва мы играли с дюймовочкой а потом с румцайсом необычайно галантин для разбойника начинаю подозревать что изабелла дракфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов каннабиса обыкновенного грибочки не перебивай склоняю голову перед достижениями мастера арториуса вига он доказал что в магических арканах ему нет равных погоди погоди арториус был придворным чародеем мастером иллюзий а это означает прегис последний раз прошу не перебивай а то пойдешь в угол девочки сказали что если я захочу выбраться туда одна достаточно открыть книжку страна тысячи сказок и повторить вслух заклинания экспекта лудум книжка как ключ к иллюзиям ничего себе это уже интересно как раз недавно я проходила игру мист там все передвижение было через книги так называемые книги перемещения но дело в том что эта игра вышла скажем так лет за 12 до ведьмака а плагиатик ну ладно ее к его княжеская милость беспокоится дочерях сегодня сиану осматривали чародеи присланные капитулом не знаю каким выводом они пришли на его княжеская милость явно обеспокоен видимо именно тогда у нее диагностировали синдром черного солнца или навесили ей такой ярлык и вот дальше я спросила князя что ждет княжного он не ответил изучение нельгардского идет с трудом сегодня занималась с девочками нельгардским все она очень старалась хотя она с трудом запоминает новые слова княжна она риэта демонстрирует большие способности но более склонна к проказам когда она думала что я не слышу то сказала в мой адрес блюда хайль они сианы смеялись ловить голос блюдо это ебаный или ебаные ахуэль в звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слова это означает место которым спина утрачивает свое благородное название не она блюда это это идиотский ну в переводе с немецкого по крайней мере они так уж прям серьезно как сказал геральт короче задница ладно хватит очевидно знаю это звучит неправдоподобно но может анна генри это заточилась и она в этой иллюзии может там она была бы в безопасности и в заперти давай проверим так нет мы проверим мы проверим но мы еще не все осмотрели здесь подожди ригис шкаф во-первых а во-вторых вот здесь вот под ковриком что-то было да так чтобы я хочу все осмотреть я не хочу попасться мы взяли ключик и ключик скорее всего скорее всего хотя нет подожди мы открыли шкаф значит шкафу красивая мелодия и правда жалко механизм поврежден так давай посмотрим под ковром ничего что там должно быть кроме пыли которую туда замела винивая горничная регис прелесть хорошо вера достанет этот что мы еще тут не увидели мы все смотрели показывали нам эту картину понятно почему показывали потому что там ключ сейчас подожди регис я еще не спущусь но нет здесь мы все осмотрели двери закрыли собой плохо пошли в шкаф еще один плагиат до регис шкаф скажешь кстати дружище регис больше поисков и меньше разговоров ну в общем согласно так это она гера 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 словечко ж надо сказать и за нарок на гера не смотрел все таки и открыл так это А Регис останется? Я себя почувствовала Гарри Поттером. Регис? Регис? Ну, он же не сказал Люду. А вот и грибочки. Ой, какая красота. Страна тысячи сказок. Невероятно. Господи. Ласточка. А Гера так улыбнулся. Посмотрим, куда ведет эта дорога. А ведь это была ласточка, между прочим, друзья. Ласточка. Маленький приветик. Там что-то у нас вылезло. Глаз на холену надо было оставить у себя в кармашке. У нас тут карта есть? Нет, у нас тут карты. Не, ну просто поскольку у нас тут указатель. Девочки, добро пожаловать в страну тысячи сказок. Отправляйтесь в чудесное путешествие. Веселых вам игр. Дядюшка Арториус. Внимание, заклинания будут стабильны до июня 1252 года. Это уже интересно. Кость, у них есть срок годности, да? Так, как по мне вниз пойти или наверх пойти? Как вы думаете? Там какой-то портал. Давай пойдем посмотрим наверх. Грибочки. Гера. Все равно вот как-то темно. Как по мне. Обалдеть. Гера в грибах. Господи, радость грибника. Так, мне бы ничего не пропустить. Давайте-ка мы сделаем здесь хранку, что ли. Давай хотя бы быструю. Налево пойдешь. Коня потеряешь. Папоротники. Валь, кто там? Вольпертингер. Вольпертингер. Не, подожди, подожди. Вольпертингеру мы не пойдем. Пошли наверх. Может, он карты продает? Иначе девочки тут могли заблудиться. Ну, понятно, что взрослые девочки тут не заблудятся, а вот маленькие так запросто. Ага, смотри. А это граница, очевидно. Вот что это. Это не портал. Гера, пошли посмотрим. Да? Это что это у нас? Выйти мы не можем. Это граница. Хорошо. Так, катаемся. Понятно. Мы умереть можем в сказочной стране? Кто-то где-то там галдит. Пройти по дороге из желтого кирпича. Слушай, а мы не по дороге идем. Это не страшно? Что-то возьми, Герард. Нет, давай все-таки будем по-человечески ходить, потому как как-то вот... А вот он, желтый кирпич. Вот он даже светится. Я не обращала на это внимания, откуда мы начали. Нам нужен этот Вольпертингер, наверное. Пойдем. Ты кто? Ух ты. А, это заяц с крыльями. Вот отсюда мы начинали. Вот и дорожка из желтого кирпича. Какой-то золотой. Вань. Ой, как интересно. Слушайте, все, я здесь надолго. Хочу все осмотреть. Ера, ты попал в детство. Пошли по ручейку. А вот олени куда-то они делись. Смотри, их было здесь больше. Они, видишь, они уходят за границу в реальности. Наверное, специально, чтобы добрые девочки рога не оторвали. Ну, тут что-то нету ничего, кроме грибов. Ладно, пойдем. Нет, то, что Анна Генриетта в детстве была не ангелом, я вот даже не сомневалась. Вот даже не было у меня ни малейшего сомнения. Я так думаю, что она еще и похлеще сяна была в детстве. Ну, когда-то из детства надо выходить. То? Грик? Грик, говорите? Ну, ладно, Геральт, пошли, подойдем к Григу. О, а чего такие маленькие? Эй! Ся, ну, не видали? Геральт не умеет приседать. Если не хоббиты, но... Другого вида. А так тоже, смотри, живут в норках под деревом. Ой, классно. Так, здесь тоже самое написано. Деревенька гномов написано. Угу. Так, ладно, деревенька гномов. Это мы поняли. А, ну и вот этот вот мостик, по которому мы уже ходили. Так, а что у нас здесь за деревенька гномов? Неужели ничего? Гера, интересно, ты можешь запрыгнуть на мухомор? О-о-о-о, они же иллюзорные, или нет? Кто-нибудь пробовал запрыгнуть на мухомор? Геральт, Геральт, Геральт. Подожди. А че на мухомор? Он уже треснул. Хм, ладно. Не буду вас утомлять. И Геральта тоже. Да, он запрыгнул на мухомор. Пожалуйста, никакой не иллюзорный. Ну, частично, скажем так. Вот. Достижение. Есть достижение запрыгнуть на мухомор? А, наверное, есть. А может быть и нету. Но у меня игра не стимовская, она мне на диске, поэтому... Поэтому мы забл... А, нет, не заблудились. Это деревенька гномов. Пошли дальше. Вот, и здесь мы уже были, поэтому... Давай-ка. Мы же правильно делаем или как? А я не знаю, как сюда по-другому-то залезть. Сейчас мы все пропустим, да? Все ценное, все важное. Вы мне напишите дизлайк, отписка. Слушай, а вот туда явно можно прыгнуть, а можно и не прыгнуть. Можно, наверное, так пройти. Ты, ты! Нет! 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 Да, нет. Господи, где мы? Это очень странное место. Разработчики специально знали, что мы сюда попадем и убьемся. Мы и так умрем, потому что больше мы отсюда не выберемся. Ай, елки с палками, да что же это такое? Мы попали в ловушку, Геральт. Как бы нам так вот... Может, по стеночке как-то... Вот, нет, мы не умрем, мы будем жить. Все, отлично. Всякие разные поганки. Ну что ж, ладно. Так, хочу на этот мост. Как он погас, Геральт. В курсе. Давай на эту сторону заберемся. Там мы чуть не убились. Так, а вот и мостик. А в эту сторону куда? Мостик разрушился. Слушай, огромное царство. Там далеко. А здесь... Что это? Архисфора. Архисфора, стой, 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 стой. Иволга. Что здесь делает Архисфора? Это же детская сказка. От тебя следовало ожидать. Подожди, я так испугалась, что... Или она тут стреляет в сахарные ваты. Где, 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 где? Это игровая площадка для двух маленьких девочек. Тут-то тут не сходится. Вот и я о том же. Вот и я о том же. Игровая площадка для маленьких девочек. Ну, другое дело, что на этот мостик еще пойди-попади. Ну, что-то тут явно не сходит. О-о-о. Отравленное яблочко? И цветочек вырос в животе у гномика, который съел это отравленное яблочко. Вера, ты по этому поводу ничего не хочешь сказать? Белоснежка отравила всех своих гномов? Вон, это деревенька гномов. Так, ладно. Дорожка из желтого кирпича здесь... Нет, не заканчивается, а только прерывается. Не-не-не, Гера, ну мы опять же не залезем туда. Слушай, как тут у нас все запутано-то? Смотри. Давай, запирайся. Это куда? А. Погодь. Мы же здесь уже ходили, а как мы не вышли? А, просто мы здесь не спрыгнули. А здесь Гера. Куда? А, вот этот Вильпинцюндер и так далее. Ага. А начинали мы отсюда. То есть кружочек сделали. Все понятно. И деревенька с гномами. Хорошо. Так, ладно. Пошли наверх, где отравленный гном яблоком. Гера, давай, давай, давай. Ну, как-то же можно это сделать. Ага. Вот. Странно, но факт. Ладно, пошли тогда дальше. Придется здесь перепрыгнуть. Там, кстати, еще какая-то гадость впереди. Зараза, выпусти его. Он схрумкал мои прянички, а теперь я его схрумкаю. Я так понимаю, там сиана уже голос, да? Так, хорошо, подождите. Пока там кто-то чьи-то яблочки хрумкают, мы здесь еще давай осмотримся. А то, вот видите, побежали бы сюда, не нашли бы гнома. С отравленным яблоком. А, мне так кажется, это яблочко нам, может быть, еще и пригодится. Ой, пригодится. А может и нет. Пряники схрумкал. Так, подожди, тут куча грибов. Гера, мы запутались в грибах. Нет! Нет! Только опять не туда вниз. Что тут у вас за какие-то канавы? Здесь глину добывали или что? Или здесь была кирпичная фабрика? А, ну да, ну надо же было из чего-то складывать дорожку. Понятно теперь. Ладно, пошли. А, в этой стороне еще. Подожди, подожди. Все, будем осматривать все. Ой-ой-ой-ой. Печка. Так, все, в этой стороне. Окей, все понятно. Ладно, друзья, что ж, давайте мы здесь с вами остановимся. А узнавать, кто схрумкал, чего он там схрумкал, мы узнаем с вами в следующей серии. Ну а всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.